Христос посреди нас, мои родные и любимые христолюбцы, все братцы и сестры во Христе, всем желаю радоваться и веселиться в Господе. Всем желаю возрастать и возрасти по внутреннему человеку в совершенный возраст Иисуса Христа, Господа моего и Бога нашего, по Его образу, Его примеру, Его учению. Мы с Пумпумочем вас приветствую, всех кто впервые попал может быть на этот ролик, на мой канал. Вы находитесь на канале Христолюб Лайв, где я в этой рубрике отвечаю на вопросы, комментарии, которые пишут под моими роликами, которые я публикую на своих трех каналах. Кто этот мальчик? Это Пумпумыч, один из трех моих котенков, ему уже годик, да? Чего тебе микрофон покоя не дает? Сегодня продолжаем отвечать на вопросы на канале, на Яндексе, кто знает, есть такой Яндекс.Зен. Я публикую некоторые свои статьи, там же я публикую вот эти вот вопросы и на них делаю видеоответы. Сегодня шестой выпуск у нас и продолжаем читать и отвечать. Хочешь быть богатым? Открой свое дело. Хочешь быть очень богатым? Создай свою религию. Этот же человек пишет. Очередной мессией нарисовался. Кстати, по-моему, он первый ролик, комментарий удалил, что ли, уже вчера, сегодня, не знаю. Ну, что могу сказать? Меня тут все в тщеславии, в гордыне обвиняют. Что-то я не вижу особо о том, что я уже вознесся от вечных панигириков в себе. Да мне далеко не панигирики пишут. А если есть люди, любящие меня, то что вам, завидно, что ли? Да, меня тоже некоторые люди любят. Вот это я тоже не знаю, к чему это человек написал. Я даже не помню, под каким он это роликом написал. К чему он там... Я понял, что, ну, то есть мне самому было непонятно, к чему он все пишет. Пум-пумыч, ты не вздумай тут это. Сейчас он будет тут у меня на столе валяться. Очередной мессией нарисовался. Ну, я на роль мессии не претендую. Для меня лично, в отличие от многих, кто ждет еще мессию, то я никакого мессии не жду. Сам я им не являюсь. Я являюсь учеником и проповедником Бога, пришедшего во плоти. Так, ну что тебе покой не дает все тут? Угу, Паулей. Поэтому какой мессия? Я на роль помазанника Божьего, спасителя, не претендую. Только в хорошем смысле, что все мы христиане, христовые помазанники. Отсюда наше именование христиане, помазанные. Да, вот если только в этом, в хорошем смысле. А на роль единственной мессии. Ты что-то сегодня такой завелся? Иди погуляй. Так, вот это проповедь любви. Это, кстати, комментарий человек написал к тому ролику о православии и протестантизме, который я последний горячий пирожок выпустил. Каждое слово просто пропитано любовью. Любовью ко всем людям, особенно к верующим, и к католикам, и к православным, и к протестантам, и к священникам, и к пастырям, и к прихожанам, и к монахам, и всех миссионеров, и благовестников не забыл упомянуть любовью. Ну, Дима, спасибо, поназидал. Ну, этот человек, наверное, хочет посмеяться надо мной. Ну, пусть он вспомнит Иисуса, Бога, пришедшего во плоти. А особенно, кстати, в идеале вспомнить, я вот не готовился, но в идеале вспомнить, знаете, какую главу? Нагорную проповедь Иисуса по версии Евангелия от Луки. Шестая глава у нас, Нагорная проповедь. Нет, или сейчас, 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 сейчас мы найдем, да? Я, кстати, не готовился так экспромтом. Где? Или я что-то подзабыл? Сейчас мы... Немножко терпения. Да нет, я, наверное, сам что-то я сегодня подтупливаю. Сейчас, 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 секундочку, я думаю. Так, о, это не Нагорная проповедь, что-то я, 11 глава. Ой, как хорошо тут написано, давайте почитаем. Ну что ты сегодня, что с тобой? Когда он говорил это, Господь проповедовал, как раз, а блаженный, когда он говорил это, одна женщина, возвысив голос из народа, сказала ему, блаженны чрева, носившие тебя и состы тебя питавшие. А он сказал, блаженны, слышавшие слово Божье и соблюдающие его. Ну, протестантам это неинтересно. Когда же народ стал сходиться во множество, он начал говорить, род сей лукавый, ищет знамени, целыми днями ищет восхищение церкви, пришествие второго Иисуса Христа. И знамени дастся ему, кроме знамени он и пророка. Ну, здесь как раз об осуждении. Я хочу это пропустить, кусочек. Когда он говорил это о суде, вот христианами, кстати, и над теми же самыми избранным иудейским народом. Когда он говорил, это один фарисей просил его к себе, а, тут фарисеев как раз, а, ну давайте все прочитаем, к себе обедать, он пришел и возлег. Фарисей же удивился, увидев, что он не умыл по обряду, рук перед обедом. Но Господь сказал ему, ныне вы фарисеи, это Иисус, а где тут любовь, не скажете мне. Чего это ты, Господь и Бог наш, пришедший в плоти, начал на фарисеев наезжать? Кто знает, фарисеи сейчас такое слово нарицательное, отрицательное, а тогда это было хорошее слово. Фарисей, по сути, был, как сейчас, особенно в ортодоксе, монахи. Хотя, чем монах отличается от обычного христианина, который обещается Богу в крещении водном, омывая грехи свои в образе омытия тела в воде, обещает Богу соблюдать его и жить по Евангелию, соблюдать его заповеди, его слово, его волю. Чем я не пойму, монах чую, он что-то особенное сказал. Вы знаете, как пост их происходит? Там ничего особенного, кроме нескольких новых придуманных обедов, не дается. Кто знает чин пострижения в ортодоксе? Там ничего нового не происходит. Он все то же самое, он произносит то же самое, что в ортодоксе произносит и во время крещения обычного. Ну, в теории там крест младенцев, там раз в сто лет какого-нибудь взрослого покрестят. Ничего там особенного монах не говорит. Все то же самое, повторяет те же самые слова, которые там у них по чину идут и при крещении. Фарисеи то же самое. Это же сами придумали, из себя сделали фарисеев. Почему Господь все время укорял? Они обещали исполнять чего? Предание старцев. Заповедь соблюдать все? А то, что он любит, ссылаться. Люби Бога и ближнего. Когда Господь процитировал 6 главу слова Моисея. А там дальше написано, Моисей сам говорит, кто соблюдает волю Божию, причем от Господа, тот и его. А кто нет, будьте все в аду гореть. Это еще Моисей им говорил. Что слушайте, соблюдать надо. Всем. Всему израильскому народу. Откуда взялись эти фарисеи? Сами себя выдумали. Они решили соблюдать все предания старцев. Ну и весь закон типа. Хотя весь закон должны все соблюдать. При чем тут фарисеи? Господь им что говорит? Фарисеи, их можно аналогию с ортодоксальными монахами провести. Которые тщательно обещались все исполнять по закону. Не только внутреннему закону любви, радости, мира. Из себя делать прекрасного человека. Но и в заповеди всего внешнего культа. Потому что соблюдать их, не отрекшись от мира, как они считают, нельзя. И правда нельзя. Потому что вы понапридумали столько бремена неудобно носимых, что может исполнять только человек, который ушел, как вы там, понастроили городков. Туда заперлись и свои внутренние заповеди соблюдаете. И это ваша праведность. Придумано. Господь его по головке гладит? Нет. Говорит, ныне вы фарисеи. Он его лично укоряет? Нет. Но он к них принадлежит. Хотя принадлежит он или нет? Господь оставляет на его участь. Ты считаешь, тебя укоряет моречь? Значит, ты повинен. Нет. Я тебе ничего не сказал лично. Господь говорит сюда в третьем лице. В этом я научился у Иисуса. В принципе, он отвечает ему. Но ты сам реши, есть в тебе этот грех или нет. Может быть, ты не такой. А то мне, вот ты тычешь. Я тычу в общем. А ты сам. Если тебя обличает речь моя. Покайся. Покайся. Ныне вы фарисеи. Он что, не из иудейского народа? Ты откуда вышел? Зачем ты, мать, церковь? Я, во-первых, не вышел. Ни из православия, ни из католиков. Я буду свою историю рассказывать. А кто-то ее уже знает. Я вообще принял чистое словесное молоко. Я просто купил Библию. Два года ее сам изучал. Я никаких заквасок вообще не нахватался. Меня Бог ввел чистым своим путем. А он им говорит, ныне вы фарисеи. Так. Не понял. А Иисус что, такой был агнец непорочный? Он не наезжал на системников? Не наезжал на культовиков и придуманных вот этих вот праведников? Я помню, когда меня сначала тыкали, я сначала задумываться. Хотя я прекрасно знаю Евангелие, кто меня знает. Я его с первого дня сутками читал. Но все равно начинает тыкать ты опыта. Ты еще не набираешься. Правильно тебе? Нет. Ты начинаешь затыкивать. Все время думаю, ну Иисус же тоже так делал. Потом начинаю тщательно изучать этот вопрос. Все-таки начинаешь проповедовать, выходить на служение. Я начинаю задумываться, а правильно ли я делаю? И одно дело учение, а другое дело люди. И одно дело люди, а другое дело группа людей. И одно дело люди в смысле человек лично, а другое дело группа людей. Пусть как-то себя называющих. Пожалуйста, я специально сейчас все зачитаю из Евангелия. Целый кусок не вырванный из контекста. Я вам даже вперед немножко прочитал. Господь говорит, ныне вы фарисеи. Это что, не о группе людей? О всей группе людей. Внешность чаши и блюда очищайте. А внутренность ваша исполнена хищением и лукавством. Если вы заметили, я не просто мои проповеди и ролики поставлю на том, что протестанты негодяи, сатанисты. Я объясняю почему. Верующими бесами не я их назвал, а Иаков. Он сказал, и бесы веруют, что Бог един. И что Иисус, Его единородный Сын Божий, они все время первые признали в Евангелии, Ты Сын Святой, Сын Святой Божий, Сын Бога Всевышнего. Они первым сказали еще до учеников. И трепетали перед Ним. И падали, и умоляли, чтобы Он ничего с ними не делал, в бездну их не посылал. Яков говорит, и бесы веруют, и трепещут. То есть, вы все верующие и ничего не делающие бесы. И плодите таких же бесов своими проповедями. Это не я сказал, это Иаков сказал, я лишь цитирую Писание. И бесы веруют, и трепещут. Которые имеют тонкую плоть, а вы воплотив такой вот, в теле смерти и греха. Верующие бесы. И эту заразу несете по всей земле. Обходите сушу и моря. Ой, они проповедуют. А чего вы проповедуете? Верующих бесов понаплодили полную землю. Ну и что? Он помолился, и бомбы посылает на другую страну. Да видел я ваших верующих бесов, полное телевидение, теперь интернет. А он им говорит, вы фарисеи, верующий бесы, вы внешность очищаете, а внутренне исполнено хищение и лукавство. Лукавый, от слова лукавый, сатанист. Не понял. Господи, ты как себе такое позволяешь? Где тут любовь? Ты же проповедуешь любовь. И мне, где тут любовь? Да вот она, любовь. Поставить людей на путь истины. Это все ничего не значит, ваши все эти. Это вы, фарисеи. Он обвиняет группу людей. Вы Евангелие вообще читали мне, хоть задать вопрос? Я читаю, периодически. Неразумные, опять говорит. Это не Господь говорил, кто скажет брак ближнему своему. Эй, ты или дурак, безумный, достоин гиен огненной в Нагорной проповеди. Господь лично ему не говорит. А в третьем лице при нем говорит, когда он удивился, увидев. Причем Господь увидел его сердце, он знает, кому говорит. Это его обличает. Но лично он ему не тычет. О проповеди говорит. Неразумные, фарисеи. Не тот же ли кто сотворил внешнее, сотворил и внутреннее. Подавайте лучше милостыню из того, что у вас есть. Тогда все будет у вас чисто. Иисус не учит их любви. Не укоряет их в том, что они соблюдают какие-то ненужные обряды. Он похвалил эти обряды. Что они внешность, чаши и блюда чищать. Нет. Он говорит, будь чистым снаружи. И все у тебя будет снаружи чисто. Это не Иисус говорит, горе вам, фарисеи. Не понял. Это кто вообще говорит? Это кто такой? Для меня это Господь и Бог мой учитель. Говорит, горе вам, фарисеи. Опять говорит, за что? Иисус не просто так, знаете, такие проповеди. Все негодяи. Все козлы. Я таких тоже полно в интернете знаю. И мне вот тоже самое пишет в комментариях. Лукавый. Прелестный, гордый. Все собирает в кучу конкретно. Я против тебя. Чем лично погрешил? Я тебе ничего плохого не сделал. Доброго не сделал. Так я тебе знать не знаю. Вы мне пишете там под аватарками. Не общаться, ничего не хотите. Я всегда говорю почему. Я в ролике. Заметьте. Разложил по полочкам всего три самые основные столпа лжеучения. Что православие, что протестантизм. Как вы видели под роликом комментарии, что кто-то против сказал вот этого. Чего ты, что я там сказал. Что у этих культа булка Бога, эти давят на то, что ты без собрания не спасешься. Одни крестят сразу адептов себе от рождения хапают. Другие подбирают то, что осталось. Или те, кто там недовольны. И одни все обрядами, внешней праведностью заменили. Другие ленивым спасением на диване. Все. Кто против ничего, ничего там не написали. Просто ты нехорошая какавка. Все. Ты какавка. Кто-нибудь под роликом смог мне написать, что никто ничего... А что вы напишете? Это все правда. Это все вы проповедуете. Это не я говорю. Я лишь говорю, что это бред. Люди, опомнитесь. Господь говорит, горе вам, фарисеям. За что? Что даете? Десятину. Во-первых, он говорит фарисеям. И это повесили в новой церкви на своих адептов. В культах. Сказано фарисеям иудейским. У нас нет никакого не храмового служения, который один единственный храм. Кто знает историю, хорошо, ветхозаветную, то когда были попытки построить даже второй храм, вне этого храма в Юрусалиме, никто туда не ходил. Там в одном месте пытались тоже построить. Когда... В общем, не буду это все рассказывать. Кто изучал эти вопросы, знает. Все знали, что вот один храм, в котором Шахина, слава Божьей, Бог присутствует в этом храме Соломона. Все. Мы относимся к этим. И вешают людям эту лапшу на уши. Какие-то десятины. Причем с чего десятины-то? С мятой, рутой и всяких овощей. Завалите ваших пасторы мятой рутами и овощами. Завалите их. Пусть ест траву. А не родите, говорит, о суде и любви Божьей. Сие надлежало делать и того не оставлять. Ладно, мы сегодня Евангелие читаем. Я не буду комментировать. Я просто как раз на эти внимание. Горе вам, фарисеи. Опять говорит, за что? Укоряет их, что любите приседания в синагогах и приветствия в народных собраниях. Я то же самое говорю. То же самое. Что, что говорит Иисус? Применяя их современность. Евангелие – это вечная книга. Ее называют Вечное Евангелие. Знаете, ангел, описанный в книге Откровения, в 15 главе с ней не изменяет память, летел над землей и нес в руках своих. У него было Вечное Евангелие. Оно вечное и применимо к каждой жизни. Сегодня евреи вообще отвалились. В принципе, им надо ли бы Евангелие принять? А к ним это читать не надо. Это надо к своим новым системам читать. К своим. Горе вам, книжники. Так, не понял. Господи, ну что ты всех зацепил? Книжники, что тебе дались-то они? И фарисеи. Лицемеры. Самое страшное слово. Это хула на Духу Святого. Лицемерие – это когда у тебя меряешь по лицу человека. Ты знаешь истину. Или что ты меряешь. Или сам к себе лицемерно, так сказать, лицемеришь внутри. С Богом. Господь и в этом контексте говорил всегда, и относительно человека, и относительно Бога. Ты знаешь истину, а поступаешь по-другому, по какой-либо другой причине. Померил человек, что там, как тебе надо сказать. Лицемеры. Говорит почему. Не просто округается. Вы как гробы скрытые, над которыми люди ходят и не знают того. Ничего себе словечки. А где любовь? Господи, ты же говорил благословлять. Лично, да? А учение, извините. Он обличает чужую нелюбовь. Но это некто из законников теперь тут появился. Сказал ему учитель. Говорят, так ты и нас обижаешь. Ну, законник это... Кто знает, я рассказывал, или я не помню, я публично говорил такое. Меня как-то сестры спрашивали, кто таких книжников. Законники, законники, фарисеи. Немножко разные вещи. Я сейчас не буду об этом. Он сказал, и вам, законникам, горе. Он ему сказал, практически. Я вам говорю, я учился у Иисуса. И учусь, и продолжаю учиться, и буду учиться до конца своих дней. Говорит тебе, горе. Ты сам в суде. Есть в тебе то, что я говорю. Исправься. Покайся. Горе вам, законникам. Что налагаете на людей, бремена неудобны. И говорит, почему. Не просто их оскорбляет. Не просто им проклятие выдают, горе вам. Он им говорит, не покайтесь, не изменьтесь. Получите по плодам. По делам в своей жизни. Каждый получит. Каждый даст отчет. Горе вам. Если вы вот это делаете. Покайтесь, и будет вам благо. Благо. Слышащие и соблюдающие. Только что мы с вами прочитали. Господь говорил. И я говорю то же самое. Соблюдайте заповеди Евангелия. И будет вам благо. Нарушайте. Будете гореть в аду. Сами, сами. Не Бог вас будет посылать. Вы сами в аду. Ведь эти люди, которые вот это делают, в них нет никакой любви. За что он их укоряет? Что вы налагаете на людей бремена неудобно носимые. А сами одним пальцем своим не дотрагивались до них. Господи. Да посмотрите вы хоть в одну систему. Что там с людьми делают. Что ортодоксы. Что протестантизм. Те же самые бремена поналожили. Чем они занимаются? Мне люди-то пишут. Мне люди созваниваемся. Рассказывают все это лично. Не надо мне вот эти рабские ваши байки. Ты сам раб системы. И пытаешься как-то ее там отмазать. Мне люди, которые все-таки находят смелость. Или желание. Или наконец-то слышат слово истины. Слово свобода. И сердце их раскрывается. Они действительно сбрасывают в себя эти бремена. И живут в радости и любви Божией. И к людям. И рассказывают все, что там происходит. Я этим людям верю. Эти люди чистые. Светлые. Горе вам, что строите гробницы. Дальше им говорит. За что он им говорит? Я всегда говорю, что и почему. Я им говорю, какой прок вы плодите верующих бесов. Какой прок от этой проповеди. Ходят в собрания и мне пишут о помощи. Я, конечно, если чем могу, Господь всегда. И вы знаете, я объявляю публично. И своей маленькой семьей мы там кому можем помогаем. Сам личный, если что есть. Никуда дальше не пускаю эту беду. Но я иногда говорю, слушай, а вот ты там, кто мне православное пишет? Я же вижу там вся страничка. Я у некоторых людей вообще не знаю. Они мне пишут вот так вот. Я спрошу, а что там? Вся страничка у них в друзьях, в попах там, в пастырях. Я говорю, слушай, а что ты вот ко мне пишешь? А у тебя там, смотри, 25 священников в друзьях. А ты мне пишешь, тебе надо там, живешь без хлеба, заплатить надо за квартиру уже долг 10 тысяч за год. Я помогу, я просто спрашиваю, мне интересно, вот а зачем тебе все это? Вот у тебя 25 друзей в друзьях попов. Ты мне просто по-человечески объясни. Вот ты говоришь, я православный, у тебя там страничка. Ну и обратись к своим попам. Или я, в принципе, в голове складываю логическую цепочку. Значит, ты ко всем своим обратилась. Такой, как я, еретик, должен на последнем месте стоять в этой цепочке. Значит, тебе никто не помог? Или почему ты ко мне обращаешься? Или ты, наоборот, вперед сразу ко мне решил обратиться по какой-либо причине? Горе вам, что строите гробницы пророкам, которых избили отцы ваши. Этим вы свидетельствите о делах отцов ваших. Соглашайтесь с ними, ибо они избили пророков, а вы строите им гробницы. Надо не забывать, что здесь конкретное частное тоже обличение. Все это можно делать и сейчас, обличая греха. У других мест полное. Я просто явно такое выбрал. Мне очень нравится, как Лука это написал. И, возможно, Господь ведь говорил по-разному. Евангелие у нас тут такие, а Господь-то исполнен год проповедовал. Поэтому я сейчас не буду акцентировать, за что там конкретно горе. Сейчас бы нам придумали еще своих лжеучений полным-полно. Потому и премудрость Божия сказал, пошлю к ним пророков и апостолов. А еще в другом месте написано и умных, и разумных, и премудрых. Не обязательно, что эти люди будут какими-то там апостолами. Просто он говорит, премудрых. Мудрых. И одних убьют, а других изгонят. Да взыщется от рода этого. Господь им ничего нового не говорит. Потому что каждый получит по делам. Вся кровь пророков пролита. Он вообще тут грубые вещи берет им все, вспоминает все, что они творили со своими пророками. Пролитое создание мира до крови Авель. Господь говорит, за что? Убитого между жертвенником и храмом. Да, говорю вам, взыщется от этого рода. Горе вам и разоконникам, что взяли ключ разумения. Вот и я говорю, что вы делаете с своими церквями? Сами не вошли и входящим воспрепятствовали. Когда он говорил им это, книжники и фейсерисей начали сильно приступать к нему, вынуждая у него ответы на многое. Подыскиваясь под него и стараясь уловить что-нибудь из уст его, чтобы обвинить его. Обвиняйте меня. Я покаюсь, если я согрешил. Бывает, я и палку перегибаю. Иаков, я прекрасно знаю, о чем пишет. Многие даже не разумевают этого. Он говорит, многие из нас погрешают в слове. В каком? Он говорит, учителя. Ну и все люди потом он там переходит. Да я покаюсь. Ты скажи конкретно в чем? Мои проповеди направлены на конкретные вещи. Ваши лжеучения, вы же не скрываете. Они все в интернете точно так же. Сейчас уже не только где-то внутри. Там в вашем капище, собранниках. Хотите, сборище. Сейчас все это вообще открыто. Че вы проповедуете? Диванную веру? Разве это Иисус проповедовал? Вот я только что, прям тут же, не глядя. Блаженно слышащие Слово Божие и соблюдающие. Много таких проповедей услышите. Да не проповедь там о десятинах. Ну а ортодокс, я вообще говорю, это вообще культ. Это вообще к христианству никакого отношения не имеет. Че там христианского? Да ничего. Ровно ничего. Шкура только. Овечья. Прикрываются Христом. И творят свои беззакония. Да, есть у меня и такие проповеди. Разные есть. Поназидал? Назидайся, дорогой брат. На здоровье. Я что там сделал? Я кого-то там нехорошими обозвал. Когда я иногда, помню, смущался, я говорю, попервую, действительно, может просто, говорит, протестантизм, католицизм, православие. Потом нет. Нет, я еще раз сажусь. Я помню, когда я вот стал публично выступать. Я думаю, дай-ка я еще раз Новый Завет изучу на предмет этот. Нет, пожалуйста. Вот. Это только я вам из Луки вот это, мне нравится. Про горь, как Лука собрал, там прям всех он перебрал. Еще в других местах вы все прекрасно знаете, этого полным-полно. В Евангелии то надо не забывать, Евангелие это лишь кусочками. А такое было каждый день у Иисуса, все эти споры. А ваш отец дьявол, к вчерашнему ролику, продолжение, верующие бесы. А если мой отец дьявол, я кто? Я бесенок. Сейчас вот вырви мои слова. Ой, хороший получился пиар, черный пиар. Я бесенок, я себе назвал. Ой, Господи, чем они занимаются, эти жалы вплоть. Вырывают все время. Привычка это рвать Библию на куски, как я говорю, лотерейный барабан из них сделали. Понарвали Библию вот так, понасыпали. И вся проповедь у пастора стоит из том, что он стихи оттуда вытаскивает. И Божьей благодатью они у него склеиваются. В отличную проповедь. Верующими бесами вас кто назвал? Иисус. Ой, Яков. А кто назвал вас детьми дьявола? То есть бесенками. Иисус. Почему? За злые дела. И я говорю, за что вы делаете? Вы проповедуете веру без дел. Об этом все ваши проповеди. Это не я вас обличаю, вы сами себя обличаете. Я лишь тем, кто хочет от этого избавиться, рабство, говорю, не бойтесь, как и договорил Иисус. Живите в любви и радости. Не забивайте себе ничем голову. Всю этой чепухней. Это еще из прошлого ролика. Это еще из четвертой записи. Я почему-то прочитал половину, а половина как-то глаза убежали. Там вот с 30 по 30 минут. Брат, мерзость. Говоришь, Божий закон свят. Называешь дебильным. Неправильно, мягко говоря. Почему ты проповедуешь? Любовь не любишь иудеев. Печально все это. Да кто вам сказал, что я не люблю иудея, опять же. Почему я должен любить иудаизм, иудеев, которые ненавидуют Иисуса? Почему я должен говорить, что иудаизм это хорошо? А Иисус вот только что мы все к этой же теме. Заметьте, все это то же самое есть. А Павел не своих ли брать, так скажем, берегитесь обрезания и обрезанных. И так, и так он говорил в разных посланиях. Я в прошлом ролике тоже там чуть-чуть, помните, прочитали. Я не готовлюсь к этим ответам, там, посылкам. И не хочу вам сильно нагружать этим, опять, из этого такие проповеди устраивать. Все-таки хочу достаточно быстро отвечать, чтобы хоть как-то вопросов стало набегать много этих комментариев. Печально. Так а где я, во-первых, в том ролике, я помню, она там прослушала о протестантизме, что ли, этот комментарий? Я уж не помню, я это позавчера уже, получается, составлял. Когда я хотя бы в один день составляю, я хоть так немножко по памяти помню, к какому ролику, к какой комментарии могу что-то запомнить. Это я уж не помню. Это вообще было еще в прошлом. Секундочку. Секундочку. Вот люди что-то несут, поэтому я говорю, я не знаю, где я написал, что я иудеев не люблю. Самого человека я любого люблю. Я говорю, мне пишет кто угодно, я всегда отзовусь, всегда откликнусь. О обучениях мы можем поговорить. Ложь я сам не принимаю и другим не проповедую. Хотя я и не злой человек, но больше всего я ненавижу и бесит меня высказывание о том, что если тебя бьют по правой щеке, подставь левую. Я хотя бы сам иногда погрешал, такие словечки употреблял, бесит. Не надо, конечно, их употреблять. Ну, человек сам пишет такие вещи. Хотя я и не злой человек, но больше всего я ненавижу и бесит меня высказывание. Это чье высказывание его бесит? Иисусом. Может, он у меня там это услышал, но я цитирую Иисуса. Его запыть. Я говорю, я не помню, я специально так делаю вопрос, чтобы, в принципе, быть несприятным. Хотя бесконтестного тяжело понять. Но я даже читаю комментарии, много раз говорил, вы хотя бы ставьте, что ли, к какой минуте вы говорите, если мне интересно, чтобы я хоть перешел, посмотрел. Человек прослушал мой ролик, который я, может, год назад записывал. Я же не говорю, что я даже его три дня назад записал, и ты какой-то комментарий пишешь, какие у тебя мысли по ходу просмотра возникают. Я могу вообще не понять твой комментарий. Я же не только что его записал, или идет трансляция, и ты мне отвечаешь, или свои мысли высказываешь. Поэтому это тоже. Ну, вот человек обествует, высказывая о том, что нужно подставить левую щеку. Ну, не подставляй. Будешь там, где ты достоин. Как быть в ситуации, когда начальник просто наслаждается и упивается своей властью, задерживает до часу ночи. Как научиться не осуждать? Да очень просто. Поменяй работу. Господь говорил нам, как бороться. Ну, помимо того, что есть пастушечьи божьи собачки, у которых есть все-таки зубы, я себя к ним отношу по тем дарам, какие мне дал Господь на служение. Вот и все. Есть овечки. Не можешь прямо начальнику сказать, слушай, дорогой, а что ты меня там уничижаешь, обижаешь или еще что-то, или превозносишься. Начальник, одно дело, если человек начальник твой, а кто такой начальник? Он просто управляет группой людей. Кто-то этим тоже должен заниматься. Я работал в больших компаниях, в маленьких, в бригадах. А другое дело, личное превозношение. Не нравится тебе это? Уволься. Найди другую работу. Что я тебе еще могу ответить? Мы вольны менять. Господь говорил, бьют вас в одном городе, бегите в другой. Сам Иисус нас так учил. Тяжело тебе, напрягает это. Ну, поменяй работу. Кажется, легко. Я говорю, я просто не знаю, что на такие вопросы частные отвечать. Во-первых, что значит не осуждать? Если ты в сердце понимаешь, что начальник твой грешник, а это мы понимаем, если он грешит. Мы вот эти все слова не совсем до конца понимаем. Внешне не надо угресью поливать ни с кем-то, ни его лично даже. А то, что ты видишь, что он грешник, если он грешник, действительно, а грешник чем-то согрешает, поэтому ты выносишь о нем вердикт в сердце своем, что он грешник, это нормально. У тебя здесь вообще-то умное сердце, а не безумное. Не без мозгов же оно. Это не кучка желаний. Что делать? Поменяй работу, да живи спокойно. Кто объясняет Евангелие и все Писание произвольно, тот этим самым отвергает истолкование его святыми отцами, святым духом. Кто отвергает истолкование Писания святым духом, тот без всякого сомнения отвергает и самое священное Писание. Бог благословит. Я еще так никак не могу приступить. Что-то со здоровьем мне совсем беда. Да и тут некоторые технические нюансы у меня есть. Будем читать Ветхий Завет. Я думаю, что после прочтения, не знаю, когда мы его закончим, может, через год, может, через два, когда мы с вами дочитаем Ветхий Завет до конца, я думаю, что у 95% или у 99% не то, что словом Божьим не повернется больше никогда в жизни язык Библию назвать. Я думаю, что у многих даже вот откуда они взяли вот это священное Писание, вы мне не скажете. Да ниоткуда. Опять свои придумки. Я думаю, что у многих даже вот такое словосочетание не повернется язык сказать. Будет говорить, как говорил Иисус. Не написано ли в законе вашем, в книге Исаик говорит. Я думаю, что даже вот такая вот формулировка в Священное Писание после нашего совместного, не потому что я там ухать буду, нет. Мы много пользуемся. Я не просто так его буду читать. Я что буду издеваться, я что грешник, внешний какой-то. Буду издеваться над Ветхим Писанием Ветхого Завета? Нет, наоборот. Много пользы я оттуда покажу. Очень много. Я думаю, что кто со мной отправится в это увлекательное путешествие, не останется никогда опять прежним. Как я говорю, и много-много мудрости и пользы оттуда мы вынесем. Но я не буду, как это многие делают, там оправдывать все грехи, все беззакония. Мы будем издеваться этой истории грехопадения человечества, докатившейся до Бога убийства. Пришедшего во плоти Иисуса Христа. Я думаю, что у многих не то, что протестантские вот эти закваски угаснут. Или как умрет, что-то делает закваска, перестает заквашивать. Слово Божье. Я думаю, больше не повернется язык это говорить. Что если ты человек, очевидно, из ортодоксии, навряд ли повернется язык Библию назвать Священным Писанием. Писания. Этого достаточно. По поводу того, что ее надо истолковывать. А у тебя, дорогой, нет Духа Святого? Ну, тебя, походу, нет. Где Иисус говорил, что то, что он говорит, будет кто-то истолковый? Где Иисус это говорил? Иисус просто сам принес. Бог пришел во плоти и говорил вот этими устами. Его даже Моисей с небес понимал. А уж когда он воплотился, еще проще-то понять. Дал пример своей жизни во плоти. Тут уже нет вопросов. Помните, как Павел духовно читал эти стихи? Кто взойдет на небо, там, где-то, кстати, было заповедь принести с небес, истину заповедь. А уже Павел духовно вспоминает эти слова. Правда, он писал почему-то Коринфянам. Ну, видимо, там тоже иудеев много было. Христа низвести. То есть, истину. Вот она во плоти. Вот она. Или в подземелье земли. Оттуда ее поднять. Где она есть-то, эта истина? Кто сойдет в глубины земли или с небес нам истину принесет? Вот Бог явился во плоти. И с небес, и с земли, откуда хотите. Бог всячески во всем. Бог воплотился. Пришел во плоти. Дал нам абсолютный, совершенный. Он о себе говорил. Я пример. Я путь. Библию превратили в какой-то культ. Который надо истолковывать. Истолковывать ее может только брахман определенный. Гуру. Пастырь. Поп. Рукоположенный человек. Не Богом у него дар мудрости. Учительство. А люди его рукоположили. Он буквы читает. Как один брат хорошо. Молится и говорит. Господи, помоги мне не только буквы читать. Вот действительно. Или он говорит слова. А я, по-моему, его молитву дополнил. Мне она очень понравилась. Помоги мне. А буквы читают. Как червяки ползают между ними. Да ты как орел. Вознесись. Посмотри на все Евангелие. В чем учение Иисуса Христа в жизни? Это учение любви. Радости жизни. Мира души. Кротости. Смирения. Упования. Кротость. Это не прихлебательство. Это не тщеславие. Это все этот же человек пишет. И бывает слово Божье. Слово спасения для дерзких толкователей. Это он обо мне пишет. Его мечом обоюдоострым. Которым они закалывают сами себя в вечную погибель. Ну, все ортодоксы. Кто мои ролики смотрел. Посмотрите. Второе Петра. Вырывают оттуда. Да мы можем обратиться. Мне не жалко. Он же дает ссылки. Второе Петра. Мы все не будем смотреть Коринфянам. Им убили себя навечно. Арий. Несторий. Евтихий. Приводят своих еретиков там. Ортодоксальных. Да мне до ваших еретиков дела нету никакого. Они может вообще с Богом. Это вы их еретиками обозвали. И прочие еретики. Ну да. Ты будешь Иисусу на ушку там шептать. Пускать меня в Царство Небесное или нет. Впавшие произвольным и дерзким толкованием писания в богохульство. Господи помилуй. Это и учение лично человек. И все эти его мысли. Все эти его закваски. А про Петра я много раз обращал внимание. Как они уже толкуют это место. Именно толкуют. Потому что здесь прямо говорит Петр. Что-то я это. Где он там ссылку дает? Второй Петра 3.16. Ну да. Что-то я. Ой. Я не докрутил просто. А. Да это он вообще что-то не то приводит. Потому что 3 глава с 1 стиха. Он 16 стих приводит. Давайте с 1 почитаем. Это уже 2 послание. Пишу к вам. Возлюбленные. В них напоминание. Пробуждаю ваш чистый разум. Чтобы вы помнили первое. Слова прежде сказаны святыми пророками. О чем? Об Иисусе. Это все что надо было иудеям уразуметь. Мессианство Иисуса. Во всем. Во всем писании. Увидеть. Ветхом заветом. Господь говорил. Вы исследуете писание. Спорящим с ним иудеям. Вы хотите иметь жизнь вечную. А они свидетельствуют обо мне. Но вы не хотите прийти ко мне. Чтобы иметь жизнь. Жизнь не имеют через писание. Ветхого завета. Только через Иисуса Христа. Веруя в Него и в любовь. Потому что Он есть любовь. И живя по ней. И заповедь Господа Иисуса Спасителя. Передана апостолами вашими. Все. Ничего больше Петр не говорил. А вырывают обычно вот этот стих. Чуть выше. Первая глава заканчивается. Вы все знаете как. Опять Он говорит. Этот голос. Ну мы чуть-чуть. Знаю прежде всего то, что никакого пророчества в Писании нельзя разрешить саму собой. Ни Писание нельзя читать. А пророчество нельзя разрешить самому собой разуметь. Там слово надо поменять. Ибо никогда пророчество. А почему тут заповедь Иисуса Христа любви понятная и ребенку. Мы вообще своих детей воспитываем в доброте, в любви, в милосердии, в кротости, в смирении. Какой идиотизм пишут люди. Просто. Ну кто мои на Петра отвил, я там всегда знаю все эти лужи и учения, я сразу о них вспоминаю. Никакого пророчества никакой не было произносимо по воле цельской. Но изрекали у святые божьи люди, будучи движимы духом святым. Пророчество. И то это относится к кому? Если ты рожден свыше, если ты имеешь Духа Святого, если ты подвязаешься в любви, в радости, живешь евангельской жизни, Бог откроет тебе все эти уразумения, всех этих пророчеств. Ибо Бог открывает ум к уразумению Писаний. Ни Слово Божие, ни священного Писания, а Писаний. Отдает он ссылку, как он говорит об этом, вообще о том, что извращали апостола Павла, и он мне это приводит. Как он говорит об этом во всех посланиях, в которых есть нечто неудобо-вразумительное, что невежда и неутвержденный, это я, невежда и неутвержденный, к собственной своей погибели извращают, как и прочие Писания. Слово Божье, священное Писание, Писание. Обращаю лишний раз внимание, я лично стараюсь тщательно, вот действительно, исполнять Евангелие. Смотрю, что делал Иисус, что он говорил, как комментировал свою жизнь, своим учением. И смотрю на апостолов. Они тоже есть места, мы знаем прекрасно, где они тоже сваливались, даже оставлено в Новом Завете. Они называли Библию Словом Божьим, священным Писанием. Нет, Писание, просто Писание. Я поступаю точно так же, как поступали они. Вот и все. Не дерзай сам истолковывать Евангелие. Господи, да его не надо истолковывать, его надо исполнять. Читать и русские заповеди, сейчас для русских на русском языке написаны, просто исполнять. Не надо ничего истолковывать. Бог все тебе истолковал, с небес сошел и принес тебе себя самого в жертву любви. Чего тебе еще надо, человек? Не дерзай истолковывать Евангелие. И опять Священное Писание. У меня нет никаких, и книги священных, у меня нет такого Священного Писания. У меня Ветхие Писания, Писание Ветхого Завета, даже язык не поворачивается называть священными. И вот он извращает, а, я просто наперед забежал, там он, да, там он сослался на 3,16. Типа, я невежда, вот это все, да, ко мне там относилось. И теперь он опять переводит то, что я вам уже сказал, вот это 1, 21 стих 1 главы 2 Петра. И заметьте, как они извращают. Я сейчас публично все это показываю. Писание произнесено святыми пророками и апостолами, да? Произнесено непроизвольно, но по внушению Святого Духа и дает эту ссылку. Там о пророчествах речь идет. Как же не безумно истолковывать его произвольно. Дорогой, а ты где вообще проповедуешь? Ты кто, где есть и как ты живешь? Ты мне это пишешь. Там переходишь на странички, ничего нету. Кто это пишет? Аватарка я всех называю. Они обижаются. А кто ты есть? Кто ты и как живешь? Я вспомню Антония Великого. Он, наверное, знает о ком речь. Когда к нему такой один умник пришел, что-то там, и собрались к нему философы. Он говорит, ты кто и как живешь? Иисус и все знали его жизнь. Меня я вот специально даже свои чуть ли не трусы показываю. Кто со мной личное общение, тоже ничего не скрываю. Ты кто и как живешь ты мне это пишешь? Открываем Евангелие от Луки. Как уже многие начали составлять повествование о совершенно известных между нами событиях. Все известны. Все известны. Он когда, помните, когда Господь шел с ними в Луке, Лука сам описывает по воскресенье. Господь их нагнал и говорит, о чем вы рассуждаете? Он говорит, неужели ты один? Из пришедших в Иерусалим миллионы собирались на праздниках Песаха этого Пасхи, перехода, воспоминания. Он говорит, неужели ты один, когда Иисус их догоняет по дороге, когда они в Ямаус идут? Вот Лука с Клеопой, да, или мы думаем, что это Лука. Говорит, неужели ты один не знаешь о происшедшем в нем в эти дни? Начинает Лука с чего? Говорит, как уже многие, многие начали составлять повествование, пророчество. Я специально показываю, как люди всегда извращают Писание как раз. Меня, правда, в этом укоряю. Читаем еще раз его комментарии. Писание произнесено святыми пророками и апостолами. Произнесено непроизвольно, но по внушению Святого Духа. И дают ссылку на 1.21, где я вам только что зачитал, что Петр говорит о пророчествах. Зная прежде всего то, что никакое пророчество в Писании, а не Писание по Духу Святому. Лука пишет о том, что они просто описывают события. Они составляют не пророчества, составляют повествование. Описать эти события, в принципе, мог каждый человек. А совершенно известных между всеми нами этими событиями, как Иисус жил, как умер, как воскрес и вознесся. Более того, он говорит, что он не был очевидцем этих событий. Заметьте, как передали нам, он себя и кого-то называет, то бывший с самого начала очевидцами, служителями слова. Лука вообще не был учеником, прямым учеником Иисуса. Он не был свидетелем этих событий. Он пишет повествование, как любой писатель. Как любой, сейчас есть журналистские расследования. Он опрашивает, он узнает. Да, он христианин, безусловно. Он не был служителем, он не был очевидцем и служителем слова Иисуса Христа, Богом слова. Он говорит, что мне передали, я записываю. Он уже записывает переданное ему. Более того, говорит, нам. Может быть, он являлся даже старейшиной церкви, этот человек. Мы понятия не имеем. Вчитайтесь в каждое слово, что такое Евангелие от Луки. Он пишет, он составляет, он говорит, я составляю повествование о совершенно известных между нами событиях, что мне передали бывшие с самого начала очевидцами и служителями слова. Может быть, он застал что-то. Вот этот Лука, он уже был, мы видим, при служении. Это же он шел с клепой. Это же он. Потом будет книгу Деяния писать, что первую книгу тебе написал Феофил. Мы видим, что это один автор пишет. Но он говорит, с самого начала, он не был очевидцем. А кто знает, у Луки какие подробности. 12-летнего Иисуса мы видим только в Евангелии от Луки. А ведь он не был этого очевидца. Он не был очевидцем крещения Иисуса. А как подробно это описывает. Казалось бы. Больше похоже, что мы... Евангелист Марк, который описывает. Евангелист Иоанн. Казалось бы, уж точно это ученик Иисуса, любимый ученик Иисуса, как он должен был написать Евангелие, с подробностями, с мелкими... Он делает этого? Нет. Абсолютно нет. Лука, который не был очевидцем с самого начала и служителем слова, составляет повествование. Он составляет культовую книгу. Говорит, что это истина. Вот эта вот бумажка, которую он написал, нет. Он говорит об истине и свидетельствует. По переданному ему. И чего сам он видел, конечно же. То рассудилась и мне, он говорит. Благодать сошла. И я как робот строчу на машинке. Нет. По тщательным исследованием всего сначала... Да, я что-то застал. Я видел Иисуса. Я видел его воскресшим даже. Возможно, он же пишет в конце. Очевидно, что автор себе пишет. Называет Клеопу, но они себя очень часто именем даже никаким не называют. И он говорит. Это я застал. Но все от начала я пишу. Что мне рассказывали? Духом святым, евангелист Лука, писал все это. Нет. Пересказывал слова человеческие, которые ему рассказывали. Вдумайтесь в это. По тщательным исследованием всего от начала, по порядку, описать тебе... Он описывает то, что ему передали, то, что рассказали. Чего-то он был очевидцем. Что-то слышал. Видел лично Иисуса. Это очевидно. Этот евангелист. Этот автор. Но он не был от начала. Он не видел этого. Не слышал. Он исследует этот вопрос. Тщательно исследует. Свои усилия прилагает. А не протестантскую благодать. Напрягается. Он понуждает. Ищет учеников. Расспрашивает. Допытывается. Любит это дело. И делает это с радостью. Тщательно исследует. Что там было? Какой-то момент. Хоть что-то, ребята. Скажите мне. Откуда он узнает этот случай с 12-летним Иисусом? Возможно, от самой Девы Марии. Расспрашивая его. Чтобы ты знал твердое основание того учения, в котором был наставлен. Он даже наставлен был в учении без бумажки. Он говорит, чтобы твердый у тебя был фундамент. Я постараюсь все, что могу, максимум еще тебе дать. Он говорит, ты будешь потом истолковывать тьмой Евангелие. Он ему просто описывает все учение Иисуса Христа, в котором он наставлен. И мы друг друга наставляем в учении Иисуса Христа. Ортодоксы, они повреждены умом. Эти закваски не дают им познание истины. Как же безумно его столковывать сиденья и нестолковывать. Кто ты? Где ты? Ты что благовествуешь вообще? Благовествуешь ты вообще чего-нибудь? Что ты делаешь? Ты заквашиваешь этот мир? Ты светишь? Нет. Тебе голову забили, заткнули тебя подальше, чтобы ты вообще не светил в этом мире. Я вопросы не просто так собирал. Поэтому это разные люди пишут. Некоторые одни, я помню. Некоторые разные. Дальше просто тоже одна сестра. Разве Библия не написана вводимыми людьми, Духом Святым? Ну естественно, если это христиане. Во-первых, почему Библия? Опять. Что такое Библия? Все писания? Большой вопрос. Вы знаете прекрасно, что есть два канона. Канонический и не канонический. Так, Вадимы, а те не канонические. Книга, притч. Очень многими любимая христианами. Не каноническая. Духом Святым. Ой, сколько мне цитат. Вот сестра в прошлом ролике, где говорила о моих гордых глазах и лживых устах, приводила мне из книги. Притч она вообще не каноническая. Духом Святым она пишет. А почему-то данные в канон не вставляют ее. Почему? В каноне нету этой книги, которая считается Богом вдухновенным. А те книги многие отодвинули. Я помню, я сестре ответил. Я кратенько могу отвечать в некоторых комментариях, потом их просто зачитываю. Я ей написал, где об этом написано. Очень хорошо, надо отвечать вопросом на вопрос. Она же говорит, разве Библия не написана Вадимами людьми, Духом Святым? А где об этом написано? Вот все, что мы видим у Петра, что пророчества изрекали святые божьи люди. Есть они в Писании? Есть там пророчества. А вот на этот вопрос, где найти ответ в Писании? Я ей задал вопрос, пока ответа нет. Прошло, не знаю, там 3-4 дня. Где? Вот ты задала вопрос, а где ответ найти? Ну, очевидно, что вы надо найти в самом Писании. Где, кто это говорил? Ну, пастора об этом ваши говорят, или кто там, Попы. А где об этом говорит Писание? Где об этом говорит Иисус? Его апостолы? Ну, ладно, найди в Ветхом Завете. Библия не написана Вадимами людьми, Духом Святым. Библию вообще никто не писал. Библия – это набор книг, набор. Это сейчас она в одной вот такой большой книжке. Где мы видим, где мы встречаем это вообще слово Библия? В Новом Завете. Был ли у кого-нибудь хоть какой-нибудь собранный канон? Большой вопрос. Во что это превратили сейчас? Машут этой бумажкой и дуют свою паству. Продолжается пока все по Писанию. Димочка, брат, Христос посреди нас. Ясно, солнышко ты наше, я никак не могла смириться от тебя. Впервые услышал, что Библия – не слово Божье. Меня мучили, меня учили, ну понятно где, что Библия и есть Логос. Ну да. Мертвая бумажка – есть Логос. Логос – есть Иисус, пришедший во плоти. Напрямую слово от Бога через Моисея и пророков. А затем через апостолов. Я всегда привожу явный пример. Иисус говорит, его спрашивают. Моисей, Моисей, не говорят Бог дал заповедь через Моисея. Вот если через призму интерпретации слов сестры, как ее учили, ее пастора, как мы должны Евангелие перековеркать, фарисеи должны были подойти к Иисусу и сказать, Бог через Моисея дал заповедь разводиться и писать разводное письмо. Разве так, фарисеи? Даже фарисеи не додумались так вопрос поставить. Они говорят, Моисей дал нам заповедь разводиться и писать разводное письмо. Ты что скажешь? А он говорит. Моисей, а он им также отвечает. Моисей дал по жестокосердию вашему. А от начала не было так. Почему-то когда надо было. А вы не задумывались, почему в Нагорной проповеди Господь употребляет такое слово, как древний? Что это значит? Много ли вдумывались в это? Вам сказано древним, а я говорю вам, кто этот древний? Бог? Нет. Пророк. Он говорит о Моисее. Когда надо, почему-то, Иисус всегда, когда нужно истину подтвердить, Иисус всегда называл Отец Мой. Бог. Отец Мой. Тут он говорит древним. Почему он не говорит Богом? Вам сказано Богом. Вам сказано Отцом Моим Небесным, или нашим Отцом, или вашим Отцом. Почему он говорит древним, древним пророком? И то, не забывайте, что синодальные переводы что-то могли сковеркать. Может, там и было слово пророк, откуда мы знаем. Иисус не говорит, что я с небес, или Отец Мой, он себя, конечно, никогда Богом практически напрямую не называл. Задумайтесь об этом. Вот откуда эти интерпретации? Имеют они основания? Нет. Вот именно. Если бы вы этих пастырей проверяли, действительно, по тому писанию, которым они машут, и могли бы с ними напрямую спокойно общаться, на равных, все бы стало становиться на свои места. Библия не слово Божье. Да слово Божье, только Логос Божий, да, это Иисус Христос. Живой Бог, который живет у тебя в сердце. Все. Есть Писание, и Писание Писанию рознь. Для христианина все, что он живет, он живет по Евангелию. По Евангелию только. Из Писания Ветхова за это он может найти просто случаи, соответствующие Евангелии, и из них для себя действительно может быть неоценимую помощь, какой-то случай для назидания. Тайны какие-то открыть, мироздания, какие-то пророчества, да, можно, но живет человек только по Евангелию. Почему я там и сказал, что ваша Библия без Евангелия туалетная бумага, так и есть. Один раз прочитать и в путь дорогу ей место. Я бы так и сделал. Один раз, может быть, я язычником бы, прочитал бы, грешником Ветхий Завет в туалете бы. И больше у меня этого Ветхого Завета не было бы никогда. Он бы израсходовался бы. Так что, вы почитайте книгу Деяния. Напрямую слово от Бога, через Мессея, пророков, затем через апостолов. Разве Бог говорил Петру крестить в воде Корниля Сотника и весь дом его? Нет. Бог явился ему, когда он перед ужином в верхней комнате молился. Да, все ему рассказал. Показал им, чтобы не почитать чистым-нечистым. Куда пойти? Что делать? Он ему говорил крестить их в воде, чтобы они в воде крестились? Нет, это человек говорил. И таких мест полным-полно. Это говорят человеки. Апостол Павел, когда его ударили на Синдерионе по щеке, он сказал, Бог будет бить тебя в уста стена под беленый. Это Бог через него говорил? Нет. Он сам покаялся. Ему сказали, что ты грешишь злословие первосвященника даже по закону. Он говорит, да, простите, я согрешил даже по закону. Это Бог в его уста. Говорил нет. Когда Иисуса били по щекам того, кто его ударил, он его назидал. Сказал, если я не прав, скажи, что я не прав. Если я прав, за что ты бьешь меня? Он не оскорбил, его не обидел, назидал его. А потом, когда его стали дальше бить, он уже просто молчал. Вот святость. Павел погрешил, погрешил, он сам признался. Я Павла обвиняю? Нет, он же сам сказал. Согрешил я. Да. Деяние апостол. Хочется обратить внимание на обращение Павла. Мы имеем два фрагмента в начале и в конце, и они противоположны. О каких фрагментах идет речь, я не совсем понимаю. Хотелось бы услышать ваше мнение, брат. Мое мнение, что деяния собраны с разных писем. Следовательно, возникает вопрос, сможем ли мы доверять этой рукописи с уважением. Ой, я помню тоже, сколько я в этом ковырялся, сколько я все услышал на этой, всем этим. Да читайте духом. Я принимаю все писания Нового Завета в хорошем плане. Но я все принимаю, что мне в духе, в сердце свидетельствует Господь, что это истина. Переводы до нас дошли. Мы живем через две тысячи лет после евангельских событий. Рождества, жизни, смерти, воскресенье, вознесение Иисуса. Все сто раз переводили. Сейчас каждый читает на своем языке. Не согласен ты с этим местом, не принимай. Ковыряться там, собрали, не собрали. Ну, собрали, собрали. Я вижу, нормально написано. Я тоже слышал разные эти, особенно протестанты. Да нет, я у них протестанты сейчас. Что и Коринфянам было четыре, их собрали в два. Не знаю, первое послание. Да, там есть прыжки, кажется, кажется. Да порой проповедь проповедника, как винегрет. бывает и такое. В первом послании к Коринфянам я явно вижу линейку от вот этих япалов, якиф, яполосов, кончая, кто не любит тело Иисуса Христа. Да будет анафема. Второе послание вообще сердца апостола. Жало вплоть. Ничего там никаких нету. Ну да, он так вспоминает там и тот случай, и о этом прелюбодеи, и о пожертвованиях. Да нет там никакой каши. Ну да, скачет мысль. Да вы посмотрите на мои проповеди, на любого человека, и сами попробуйте проповедовать, и узнаете. Переклинил туда, пошел, переклинил, вернулся к теме, с которой начал. Живите духом. Дима, как ты считаешь, что случилось с избранным апостолом Матфеем? Ну вот из книги Деяния, кто знает, кто читал, я там четко тоже показываю, что никакого бога там не присутствовал, когда его сбирали. И об этом апостоле избранным мы потом слышать не слышим. А апостолу Павлу посвящена вся вторая вот книга Деяния, вся вторая ее часть с 15 главы, резко, да, переключается на апостола Павла. Но я в этом вижу как раз истину. Потому что идет проповедь к язычникам, и вообще показан нам действительно в пример величайший сосуд Божий избранный. Апостол Павел, как он служил, как он жил, оставив нам тоже такой пример после Иисуса, где мы можем поназидаться. А что мы знаем о том Матфею, который избрали ученики без всякого божьего вмешательства? То, что они там монетку кинули, говорят, это бог ее перевернул так, как надо. Да они, во-первых, божьи выбор сузили до двоих человек. Бог выбирал Матфея и кого-нибудь там поставили двоих. И сказали, господь, ну ты вот из двоих выбери. Вот мы тебе такую даем полномочия. А бог сказал, извините, я изберу того, о ком вы человеческому рассуждению подумать бы не подумали. Гонителя церкви, шауля, изверга, до покаяния в божьих глазах. А потом их собственных, когда он это признал. А что случилось, ну что я буду гадать, я вам не пророк и не прозорливец. Все, что написано в книге и слава Иисусу, фантазировать я буду, что с ним случилось. Да ничего. Ел, пел, проповедовал. Пил, проповедовал, как и его учитель. Мытарем и грешником. Павел же был поставлен на его место. Безусловно. Это духовное. Павел и был 12-м апостолом настоящим. Мне очень нравится история с избранием на место апостола новознательной церкви фарисеи по образованию, римлянами по регистрации, гонители христиан по призванию, савла. Бог знает мужей по сердцу своему. Ну, что значит нравится, я не знаю, нравится, не нравится. Ну, так вот, Бог избирает, да. Так, по книге Откровений там один пишет. Вообще-то Белый Всадник, ну, кто знает, у меня на канале весь Новый Завет записан. Белый Всадник, и я, кстати, там как раз говорил, что Белый Всадник, как ортодоксы выдают, что это от апостолов и до сих пор даже проповедники. Это чушь собачья, это лжепроповедники. А дух на них, дух заблуждений. Но человек все равно пишет. Я не знаю, посмотрел он ролик или просто так пишет. Вообще-то, или это статье, там я не помню. Вообще-то Белый Всадник, это утешитель. Вот этот дух, который там, это дух-утешитель. Который будет разоблачать мир, но сын человека передян найдет ли веру на земле. Ну, я говорю, я там, кстати, обличил эти православные ортодоксальные учения о том, что это, да, Белый Всадник, это Всадник на белом коне, это вот Дух Святой на апостолах. Это, конечно, бред сумасшедшего. Это книга-откровение. Она нам рассказывает не о хороших событиях, а о плохих, и о последних временах. Вот и все. Это Белые Всадники, это ангелы-служители сатаны, ангелы света. Волки в овечьей шкуре. Вот и все. Так, мне все время пишут, что меня похвалами, от которых я просто утопаю в тщеславии, в гордыне. Вы слышите, много я цитирую. Мне пишут, кстати, хороший, конечно, комментарий. Вы слышите, что я их зачитываю? Вот тут зачитал только что, потому что сестра просто начала, я не вырываю, написал весь комментарий, где она написала. Димочка, брат, Христос посреди нас. Ясно, солнышко-то наше. Ну, спасибо, дорогая. От теплых слов. Никому еще плохо не было. Мне пишут, конечно. А заметьте, я в роликах не панигирики себе пою. Вы знаете, я эту рубрику завел как раз с той целью. Раньше я много банил тоже. И сейчас я понял, что из этого просто можно пользу, когда какую-то выйти. Что я сам этот бред читаю? А нам не надо. Мне это вообще не надо. Я вообще не люблю переписываться. Я говорю, хочешь, звони. Я всем обычно так писал. Звони, поговори. И я понял, вот просто из этой рубрики, из этого всего, вернее, из этих комментариев, можно просто какую-то пользу вынести. Вот и все. Я буду вам зачитывать это. Ведь у многих же подобные вопросы. И мне это польза. Единственное, что я потом могу в других проповетях уже вспоминая, какие у людей казинаки в голове что-то вот говорить. Только с этой целью. Мои ответы на вопросы похожи на то, что я здесь в панигирике зачитываю. Я как раз хороший, который мне пишут, я ничего сюда не вставляю. Зачем мне это надо? Это как раз для меня. Это меня поддерживает, вдохновляет. Теплые, добрые слова. Я вижу эти комментарии там. Кто-то уже на одобренном стоит. В ответ всегда поставлю лайк. Там этот сервечко с радостью, чтобы как-то свое показать, ответную реакцию. Вот и все. А здесь я для пользы, для назидания веду эту рубрику. Вот так вот. Какая каша в твоей... Так. Ролик час десять. Давайте разделим. Сегодня очень хороший ролик. Получился... Нет, вот этот мы еще прочитаем. Какая каша в твоей голове, Христолюб? Кто дал тебе право? Да, это все еще к этому. А потом мы закончим. Тут немножко личных вопросов. Хорошо получится. Я сначала все в одну статью вчера впихнул, но вы знаете, я на втором комментарии от сестры приткнулся и стал изливать свое сердце. Вот. Сегодня получилось очень хорошо. А Библия, а Слой Божий? Я даже буду иногда, если вот так делиться, будет хорошо. Я буду как-то и название давать ролику. Вот вчера опять назвал «Верующий бесово плоти». То есть ответы на вопросы. Пятый. «Верующий бесово плоти». Сегодня назову что-нибудь. Писание. Или Слово Божье и Священное Писание. Но я это, правда, не исповедую. Есть Писание, да. Все они писали людьми. Я об этом много буду говорить, когда мы будем читать Ветхий Завет. Я так понимаю. Ну, я и так об этом говорю. Но там уже будем конкретно видеть что-то. «Какая каша в твоей голове, Христолюб? Кто дал тебе право трактовать Святое Писание на свой лад?» Это вот все прям вопросы. Просто сел апостолу Павлу задай, как он защищал свою апостольство. Он говорит, «Вы печать моего апостольства». «Кто ты?» «Ты, кто я?» «Я, по-моему, надо кому-то рассказывать, кто я. Моя жизнь всем публично. В гости приезжайте, живу я, все знают где». «Все мои контакты, координаты публично доступны. Кто ты?» «Ученик и последователь и проповедник Иисуса Христа». Еще что-то сказать? У меня все есть всегда в описании. Да никто. Ну, спасибо. Работа иди. А не зарабатывай на лайках, лентяй. Ну, на лайках я ничего не зарабатываю. Работать я по графику пока не могу. Я всем-то говорил. И более того, после года моего служения пока я не хочу, Бог благословляет люди мне как валу молотящему рот не затыкают. И я радуюсь, что я могу послужить в полезном деле. Я говорю, я отказался от всех в интернете заказов, чем я раньше питался, даже когда я стал немощный. Хотя я в такой болячке могу что-то делать руками. Я же делаю на огороде. Я даже, когда тут помогал местному-то вот этому отцу Роману-то, я там тоже руками. Я могу как-то, когда мне полегче, я могу что-то делать. Я не могу жить по графику, не могу никуда устроиться, кому нужен такой работник. И даже в интернете я мог брать какие-то. Я не мог даже взять постоянную какой-то кого-то, редактором быть, видео. Я сейчас все эти вещи могу заниматься. Я брал только на фрилансе заказы, чтобы вот сделать, максимальные сроки ставил. И все, потому что меня может свалить вообще на неделю, я могу просто тут загинаться, да, и все, ничего я не сделаю. Ну, а когда я стал этим заниматься, люди, я говорю, не затыкают мне вала, я вижу в этом. Вот он говорит, кто дал тебе право? Бог мне дает. Бог дарами и благословениями я вижу, что благоволит моему служению. Вот и все. Поэтому кто мне дал право? А кто мне должен дать право? От кого мне бумажки ждать? Вот. Поэтому я, и что значит работа идти? А это не работа? Да ты попробуй два часа поговори, я на тебя посмотрю. Язык к небу не прилипнет, люди просто не знают моей жизни. Я семь лет сутками восьмой год изучал Писание, изучаю по двадцать часов. Я жил на одной траве и сутками все это читал и изучал. Почему я всем проповедую, что жизнь христианская это труд, который Бог заповедовал еще Адаму, как и любая жизнь. Но христианская я имею в виду духовная еще, помимо внешней жизни. Поэтому надо читать Писание, изучать, слушать. Вместо сериальчика посмотреть, да пробовать уж лучше кого-то. Я почему, говорю, думал, тоже долго думал. Записывать, вверхи сеть, не записывать. Ну да, лучше всякую лабуду в интернете посмотреть. Да, может, получится много. Если любого благословит, я буду, я много стараюсь писать. но при этом, вы знаете, чтобы что-то записать, надо подготовиться, это надо сделать. Мне ни одна елейная проповедь по субботам в интернете на полчаса. Плюс, кто видел тот материал, который я подаю, попробуйте внешне оцените труд и время туда вложенное. А сколько нужно параллельно знаний, чтобы все это вообще создать, чтобы научиться этому технически. Это не так просто. Ты на это тратишь время, никто не видит. Ты сутками тоже что-то изучаешь параллельно, чтобы это вот кому-то готовый результат. Чтобы обладать этими знаниями, какими-то даже техническими, я говорю, какие тут, какие тут. Это тоже надо время. И я с радостью, и я думал об этом. Помню, тоже смущался. да надо, на стройку пойти, да, и кому-то еще помогать. Да я за этот год, я бы столько никогда своими руками не заработал, сколько через меня посредством канала мы смогли кому-то помочь. И я увидел в этом правильность служения. Я действительно делаю то, что нужно, хлеб небесный, да, и действительно, кому нужен хлеб насущный, мы можем вон собраться всеми, сделать сбор и кому-то помочь в чужой ситуации, когда ты сам не поможешь. Меня тоже вот так смущали, долбили. Сначала я что-то смущался, думал, может, правда, вот неправильно, а потом я понял, как это здорово. Как это здорово, если наше сообщество будет разрастаться, мы действительно друг другу будем помогать. Тем, кто обращается. Свои всегда будут чувствовать, как у Христа за пазухой, жить, что он не один, его никогда не оставят. и все, у меня это прошло, и уже вот эти жалы вплоть меня вообще не трогают. вот такие, как ты, первыми и попадут в ад. Ну, все, билет мне выписан. Сейчас он об этом сам, тебе туда билет уже выписан. Ему уже Иисус рассказал в билете в ад моем. Всеми твоими речами. А, нет, он говорит, что у него не было откровения, но мои речи он оценил как безлимитный, наверное, или такой, как сказать-то, ну, неотнимаемый билет в ад. Молись Богу о прощении. Сколько елейных, красивых, добрых слов. О чем, что я тебе плохо сказал? В учении моем, что-то не так. я говорю, мое учение не мое, а учение Иисуса Христа. Пожалуйста, у нас есть общая книга Евангелия. Давай по ней посмотрим, что я не так говорю. Пожалуйста, я доступен. Мои контакты сейчас будут у вас на экране, все доступно. Ну, вот я их уже и покажу. Будем заканчивать час двадцать. В чем я? Что ты вот написал? Какая каша в твоей голове? А в твоей? А ты свою голову покажи в интернете. Мы посмотрим, какая, какой порядочек у тебя там. Как у тебя там все слоеное выложено? У меня каша, у меня винегрет. Ну, покажи свой, свой, свой тортик слоеный. Мы посмотрим, что там у тебя. Кто ты, где, как живешь? вы знаете, я раньше реагировал, помню, а потом, когда я все-таки некоторых выцеплял, реально писал, в комментариях, давай, звони. Звонил, сам мне говорит, что он там в грехе живет, курит, пьет, блудит, отвалиться не может, но при этом меня, и до меня потом дошло. Кто мне пишет? Я там реагирую, да на твою жизнь посмотреть бы, и на твоё учение. Ты такой умный, я всем говорю, ты такой зрячий, мне там пишут, слепой, вождь слепых. Пожалуйста. Что-то я только перехожу по твоей ссылке, у тебя там ничего нет, пустая иконка, аватарка опять. Что-то вы все попрятались. Иисус явно ходил в мире, ни от кого не прятался, ничего не боялся. Да вы и трёх шестёрок боитесь, выдуманных вами там, что вам печать на лоб сейчас прямо через интернет поставят. Кто ты, и как ты живёшь? Евангелие, это книга о жизни, Лука пишет, и учение Иисуса Христа. Кто ты, покажись, как ты живёшь? Кто за тебя слово скажет? Кто твою жизнь знает? Чего-нибудь доброго скажет? Ты мне билеты в ад выписываешь. Или я своими речами? Хорошо. Где? Что в моей речи не так? Он у тебя же выписан всеми твоими речами безграмотными. Заметьте, у меня речь безграмотная. Молись Богу о прощении. А грех в чём? В безграмотной речи? Да у меня, кстати, с грамматикой всё не так плохо. Это я уж просто расслабляюсь. Кто видел, как я пишу теперь ручкой. Сейчас вот люди, кто за компьютерами. Я вот на почту прихожу, там эти заполнять, и надо приходить, там посылки, потому что я там с Алиэкспресса, с Китая заказываю, что тут эту мелочишку всякую, там для компьютера или для дома что-то. Ой, вот так вот. Там почерк жуть вообще стал. Хотя с пунктуацией, с грамотностью, я считаю, что мне достаточно ничего. И школу я всё-таки, кстати, удивительно закончил на 4.4 по русскому, с литературы, атистат. Так что и сочинение писал потом в институте, поступал на 4, на 5. Так что безграмотности в какой-то имя. А безграмотности евангельской, ну-ну, ну покажи свою грамотность. Мы на тебя посмотрим, послушаем твой канал. Посмотрим, какие ты себе билеты выписываешь своими речами. Вот такие у меня тщеславящие меня комментарии, от которых сестра писала, что я уже впал. Чё я там впал? Гордость, прелесть. Ну вот я вам. Мы с вами скоро в следующем ролике проведём очень интересный эксперимент. Я думаю, вам всем будет очень интересно. Оставлю интригой, что я хочу сделать публично. Всё, мои дорогие, все мои контакты, как всегда, мой сайт «Христолюб», все тексты там, по которым я читаю, всё разбито, понятно, с пересылочками, удобно чтение. Ну, вы его видели, да? речь Иисуса всегда отделена другим цветом, с какими-то важными выделениями, я говорю, со всеми параллельными местами, которые я ставлюсь. Не просто параллельные стихи, а параллельные духовным смыслом. Что, оказывается, храм Божий, это не эти капища. А Господь им предлагал разрушить Евангелие от Анны. Ну, ладно, меня сейчас понесёт. Так что, всех приветствую на своём сайте, где у меня главная страничка тут, вот, тоже. Приходите. Все мои контакты у вас на экране, в описании к ролику всегда. Всё есть, все полезные ссылки, все мои контакты. Добавляйтесь, друзья, пишите, стучитесь. Я всем всегда рад. Единственное, я что-то сейчас так опытом дохожу. Кто будет стучаться, писаться без, как это сказать, с обезличенными каким-то... Я собираюсь почистить скоро свои социальные сети. И всех, кого я не знаю лично, у кого вот эти какие-то там аватарки, ничего нет, а лично я вообще не понимаю, кто этот человек. Я смотрю, кто ко мне переходит, всегда смотрел, в последнее время особенность, если у человека какая-то, по моему мнению, уж совсем порочная греховность на страничке, я говорю, если я не вижу ни личных фотографий этого человека, ничего интересного для себя, я не могу вообще ничего понять об этом человеке. на стене у него непонятно что, я добавлять не буду. Зачем мне этот список каких-то мертвых людей? Это я так, кто хочет хоть как-то иногда там переписаться, может даже в будущем. Наверное, у вас есть какая-то нормальная страничка в социальной сети, где я могу хоть перейти, хоть вашу фотографию увидеть, по вашей хотя бы стене понять, по каким-то роликам, там, что у вас добавлено, музыки. Я не говорю, что надо быть святым, я вас там судить не буду, ну хотя бы что-то узнать от человека. Я добавлять всех подряд не буду, и насколько я понимаю, сейчас очень часто социальная села, дело, что без добавки друзей ты написать ничего не можешь. Ну я говорю, тогда добавляйтесь, друзья, но добавляйтесь тех, кто есть. И тех, у кого ничего нет, я говорю, я многих, может быть, даже удалю, даже с кем имею общение. Честно, вот это какая-то висячка непонятных людей меня как-то немножко. Не понимаю я зачем это. Меня это начинает немножко смущать. Вот так вот. Адреса трех моих каналов тоже у вас на экране. Подписывайтесь, смотрите ролики, какие вам интересны. Делитесь ими с друзьями. Есть там колокольчик, нажимайте, чтобы не пропускать все видео, которые свежие выходят. Какие приходят, ну, обязательно ставьте, конечно, лайк, чтобы я вообще в прелесть улетел. Ну, вообще, на самом деле, тем, кому полезно, отрадно, назидательно мое служение. Там же просмотр ничего не значит, а вот эти лайки мне лично говорят о том, кому действительно приятно, отрадно и назидательно мое служение. Для меня это важно, как для любого человека. Это обратная связь, она необходима. Ну, и поделитесь этим роликом или другими, какие вам смотрите, интересно, со всеми, с кем считаете нужным. Пишите ваши комментарии, мысли, размышления, задавайте вопросы в прямом эфире по субботам, прямой трансляции, в прямом эфире по субботам в 15.00 по Москве на канале Христалюк Лави. Я постараюсь на них отвечать. Буду, скорее всего, смотреть сразу, как я решил. Ну, еще опыта не было. В следующую субботу попробуем. Буду я все-таки посматривать в чат. Я тут придумал, как все это сделать технически. Тоже там есть и бывают сложности. Чтобы все-таки, действительно, если вы что-то сразу дополняете, чтобы потом не возвращаться к этому вопросу, а может быть. Может быть, вот так же получится какой-то диалог по конкретному вопросу. И пусть даже мы тоже остановимся. Я все не дочитаю, что заготовил. Можно будет перенести. Зато получится живое общение. у кого-то что-то возникает. Вот так вот. Но это все при условии еще моего здоровья. Потому что по времени, как я говорил, по графику пока я жить не могу. Я, конечно, буду стараться придерживаться, но не все от меня зависит. Все. Всех от чистого сердца искренне крепко обнимаю, нежно целую. Прощаюсь. До встречи в следующем ролике. Пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова